Здарова, народ! Еду забирать посылочку. Сейчас за рулем еду, друзья, если вдруг качество будет какой-то съемки немножко, не очень. Прислал мне посылочку подписчик один, мой подписчик из Пятигорска. Вадим. Хороший человек. Вот. Даже помог в помощи моего канала. В помощи. Помог в развитии моего канала. Что за посылочка? Ну, я думаю, из названия было понятно ролика. Но хотел бы сказать более подробно. Это новый пластификатор в жидком виде. Именно для гипса. Гиперпластификатор. Не знаю, таким не работал. Хочу попробовать. Вот он мне на пробу прислал. Купил он такой гиперпластификатор. Говорит, плитка получается вообще как керамика. Попробую, ребята, сделаю тест. Посмотрим, что из этого получится. Большое спасибо Вадиму. Посмотрим, что там внутри. Но это я уже дома в мастерской посмотрю. Попробую этот новый пластификатор. Как всегда, у нас на готове есть форма, в которой я всегда делаю тесты. Будем делать замес. Процентное соотношение замеса. Сейчас буду подбирать. Потому что маленький процент получается добавляется. Добавлял Вадим как бы его из шприца. Вот мы так же и сделаем. 4 кубика набрал. Посмотрим, что за пластификатор. Будем килограмм гипса насыпать. Я всегда сыплю гипс первый. Поэтому с любыми пластификаторами жидкий, не жидкий. Попробуем на 500 грамм воды. 2 кубика добавлю пластификатора. 500 грамм воды. Пробуем такую консистенцию. На килограмм гипса. Предварительно форма смазана мыльным раствором. Делаем первую заливочку. Ребят, прошло уже 25 минут. Камушек рисуется. Скорее всего большое водо-гипсовое соотношение. Потому что на кнем провожу по камню, а за ним прям след из воды идет. Поэтому надо уменьшать количество воды. Не знаю, будет он работать или нет. Даже не погорячела плитка. Застыть застыл, но рисуется. Дадим время ему вылежаться. Это у нас будет первый экземпляр. Я их сейчас подпишу. Второй замес. 400 грамм воды. 2 грамма пластификатора. На всякий случай разбавлю его водой. Хотя он так разбавляется быстро. На килограмм гипса. Делаем заливочку. Уменьшил на 100 грамм соотношение воды. Только и все на килограмм гипсов. Попробуем выгнать немножко воздух. Ждем время затвердевания. Какое будет время твердения. Нет, конечно, с таким пластификатором текучести нет. Это не сравнится. Еще раз говорю, с сухими пластификаторами. Мне самая главная прочность камня, чтобы повысилась. Вот я хочу посмотреть. Использую обычный ГЕ 5 гипс. Хабес. Ну, я в основном его использую. Поэтому его и пробую. Ребят, не знаю. Короче, может что-то я делаю неправильно. Вот. Но прошло 20 минут. А камень мажется. Получается, опять воды много. Даже, ну как, водосоотношение. Ну, вот он даже пальцем ведешь. А за ним идет след, как бы. Влажный такой. С блеском. Не, рановато 20 минут. Ждем еще 10 минут. Так, прошло полчаса. Расформуем, посмотрим. Может быть, этот камень набирает прочность. Ага. Не сразу. Ну, по срезу. Что могу сказать? По срезу. Ничего особенного не вижу. Друзья, ну я дальше решил тест неправильно. Проводить по этому пластификатору. Во-первых, ну, почитал я о нем в интернете. Человека, короче, просто развели на пластификатор. Называется он Ford Trice PK. Если кому-то будут тоже навяливать такой пластификатор. Применяется он, да, согласен. Он хороший. Для бетонов. Вот. Для бетона это неплохая паф. Добавочка такая. Вот. Ну, для гипса он, конечно, не к черту. Хотя написано в инструкции про него, что он может применяться и для гипсовых смесей. Вот. Но в основном он применяется для бетонов. Этот пластификатор. Ford Trice PK. Кому интересно, можете почитать. Сделал несколько образцов. Ну, вот. Это с 5%. Получается 0,5% от массы. Как пишут там добавлять, да. Ну, вот пролежал камень сутки. Он ломается, как обычный гипс, даже легче. Это 4%, 400 грамм воды было на килограмм. Да, уменьшает он, конечно, немножко соотношение водогипсовое. Гипсовое. Это и этот камень, которым 500 грамм воды было. Поэтому, ну, я смысла не увидел. Конечно, ну, водопоглощение меньше. Но по прочности он вообще, ну, не уступает он обычному гипсу. Он спокойный, если вы видите. Ломается. Вообще, даже без всяких усилий. Также и поверхностные царапины также остаются. Если взять, я думаю, видно всем, что поверхностные царапины такие же, как на обычном гипсе. Поэтому этот пластификатор я бракую. Для гипсов он не подойдет. Не знаю, как уверяли его, получается аж керамика. Ну, думаю, с бетонными изделиями, да, получится керамика. Кстати, я его в последующем использую для бетонных изделий. Попробую протестировать там. Но для гипсовых не вижу смысла его брать. Если кому-то будут советовать об этом пластификаторе, не повторяйте вот ошибок Вадима. Вот. И не берите такой пластификатор. Еще раз напомню его название. Ford Trice PK. Ну, а для себя я выводы сделал по гипсу. Спасибо большое Вадиму за то, что прислал этот пластификатор. Поделился со зрителями канала, с подписчиками, своим опытом. Ну, а сейчас поставьте лайк, кому понравилось это видео. Делитесь с друзьями. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Это будет лучшая награда за мои старания. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok